Продолжение следует... В этом колхозе было около 2000 лошадей. Эти лошади предназначались для нужд рабочей крестьянской Красной Армии и для нужд самого колхоза. Колхоз был очень большой, богатый, очень много было таких известных тружеников, коневодов. И вот когда началась война, именно в РКК ушло от коневодческого колхоза 623 лошади. И мы, конечно, гордимся нашими предками, что они действительно... Вот когда создавалась 110-я отдельная калмыцкая кавалерийская дивизия, наши отцы, деды, прадеды именно отсюда, со своих родовых земель уходили на лошадях, своих лошадях, на лошадях нашего колхоза. И пополнили ряды и славно сражались в рядах 110-й отдельной калмыцкой кавалерийской дивизии. И в память о них наши земляки, зургановцы, в 2007 году поставили этот памятник, звезда памяти, на котором высечены все имена тех наших земляков, которые ушли на фронт, защищали свою родину. Ну и, конечно же, очень славных имен очень много, мы всем ими гордимся. Но есть еще одно имя, Джалхаев Первитет Кирович, который действительно овеял славы и прославил наш зурган. Он был представлен званием Героя Советского Союза, но, к сожалению, по национальному признаку ему звание заменили орденом Красной Звезды. И в нашей школе открыта парта Героя, именно Джалхаева Первитет Кировича. И мы вас приветствуем, хотим, чтобы вам понравилось на нашей земле, чтобы запомнили, что у нас тоже были Герои, и мы ими гордимся. Углашаем вас всех, ага, в нашу столовую. А заслужили ли? А заслужили ли? Конечно. Вы же дать столовую. Вы же выполняете, собраняете память. Все, мы ордена вам вчера двое, да? Давайте разбудим лошади. Передайте привет. Всем привет. Из поселка Зурган. Из поселка Зурган. Большой привет. Халун менде. Все, спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok КОНЕЦ КОНЕЦ ЗАПРОМА ПОНЕЦ Седя, как поход тебе? Хорошо. Эрня, как поход? Отличное. Состояние. Состояние отличное. Вот здесь уже территория Октябрьского района, вот канал переехали. Пару слов про жителей поселка Зурган. Вообще расскажи свои воспоминания. Вот когда ты был там давно-давно, расскажи про столбы страшные. Кстати, вот да. Когда мы ехали, я последний раз в Зургане, в Ханаке, был где-то, наверное, лет 17-18, в начале 2000-х годов. И когда ехал, я дружил, ребятам рассказываю, чем запомнился мне поселок Зурган. Тем, что я увидел там побеленные столбы электроопоры, они все побеленные. Все чисто, заборы все целые, там отремонтировали. Ну, вообще классно все выглядит. И я ехал, рассказывал, заезжаем в Ханату, и первый столб видно сразу побеленные. Я говорю, вот я же вам рассказывал. Придел в Зурган, тоже точно такая сквотина, все подселено, все четко. Молодцы вот все люди. Встретили нас достойно. Встретили, конечно, они, ну... По-домашнему. Вот самое главное, что по-домашнему. С теплотой, прям по-своему, по-свойски. Просто. Ну, стол, конечно, накрыли шикарно, как свадебный стол. Но вот тут даже не в этом, не в размере, там, чашки, там, тарелки. Но вот тут в отношении дело. Действительно, они с такой радостью нас встречали. Даже с такой гордостью они рассказывали о своем большом. Аминь. 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 Аминь.